Здарова, ребят! Здарова! Здарова! Рад вас всех видеть! Надеюсь, что все пришли, кто хотел, кто не хочет, потом все это посмотрит на ютубе. По вчерашнему матчу я забыл выложить на ютуб, когда вспомнил, уже решил, что ну его нафиг. Вот, сегодняшнюю запись сразу тогда выложу, практически целиком, наверное, потому что сегодня будем просто болтать, будем много говорить про тренерский штаб, про решения, которые принимались Цорном, про работу Компера, про работу Цинбаура. И все это пытаться осмыслить. Ну и посмотрим на слухи, которые появляются. Появилось их довольно большое количество сразу. И, честно, полное ощущение, что большинство этих слухов придумывается просто по угару. Да, даже не пытаясь в правдоподобность, просто по угару решили, типа, давай угарнем, ха-ха-ха, как смешно, давай попробуем. Давай напишем, это по-любому растиражирует. Вот. Начну с предыстории. Как вообще так получилось, что Компер оказался в нашем составе, в нашей команде. Я об этом говорил. Но нужно понимать, как это все произошло и почему мне эта штука не нравилась. После того, как уволили Николича, Николича уволили в октябре прошлого года, Цорну понадобилось, Рангнику тогда еще понадобилось срочно найти тренера. И из всех возможных кандидатов, единственный, кто согласился поехать в Россию, из тех, кого хотел Рангник, им оказался Маркус Гиздаль. Маркус Гиздаль изначально кандидатура компромиссная. Это точно не первый выбор, это точно не то, что Рангник всегда мечтал поставить Гиздаля во главе какого-нибудь клуба. Нет, это человек, который более-менее подходил Рангнику под ту модель, которую хотел Рангник привить. Гиздаль был полностью человеком Рангника, абсолютно готов был выполнять все его хотелки. И, ну, собственно, немного просил и готов был работать без, ну, на годичном контракте, без каких-либо отступных, что после Марка Николича было довольно важным фактором. Это первый компромисс, на который пошел локомотив в назначении тренера. То есть это уже не оптимальное решение, которое только могло бы быть, да, когда ты увольняешь тренера, ищешь некоторое время более оптимальную кандидатуру и находишь, собственно, эту самую кандидатуру. Под Маркуса Гиздаль начинают формировать тренерский штаб. В тренерском штабе должны работать тренеры, которые в целом на одном языке говорят с главным тренером, понимают футбол примерно в той же степени, как и Гиздаль, смотрят в одну сторону. У Гиздаля полностью собранного тренерского штаба нету, либо кто-то там не захотел ехать в Россию. У него там есть пара людей, которые с ним постоянно работают. И позвали Компера. Компер — это тоже рангниковский человек, человек, который много играл в Лейпциге, в целом с рангником хорошо знаком, но Компер не является тренером. Компер на тот момент успел три месяца поработать помощником тренера в той команде, в которой он закончил играть. Это команда какого-то третьего дивизиона Германии. В целом у Компера карьера более-менее. Даже успел в сборной Германии засветиться. Лейпциг, что-то там еще было, Селтик. Ну и заканчивал, уже доигрывал в Дуйсбурге, по-моему, так эта команда называется. Ну, знакомство с рангником и поработать ассистентом у Гиздаля почему нет? И бахает 24 февраля. Гиздаль собирает манатки и уезжает. И Локомотив принимает второе компромиссное решение. Он решает довериться Комперу, Марвину Комперу. Не искать российских тренеров, не ставить там Ласькова-Пашинина, не менять там какие-то свои... Ну, не разворачивать историю, а просто продолжить то самое, что было уже. То есть немецкий тренер, единственный из оставшихся в Локомотиве. Потому что Корнетко понял, что еще некоторое время поработал и свинтил. Гиздаль уехал, там Зибрихт уехал. И, ну, вот решили, у нас будет европейский тренер, но пускай это будет Компер. Но у него нет лицензии. Поставим там сначала Пашинина-Ласькова, потом Хапова, когда Пашинина-Ласькова решили убрать ни с того, ни с сего. Второе компромиссное решение. И мы понимаем, что, ну, когда вы первое компромиссное решение приняли, второе компромиссное, это еще ухудшение ситуации. Но дальше бахнул июнь месяц. Время, когда Цорн уже мог, в принципе, да, вот у тебя уже есть время, ты мог эти три месяца потратить на то, чтобы найти тренерский штаб, который уже будет работать планомерно, нормально работать. Как Динамо нашло Юкановича, как Спартак нашел Абаскаля. И в целом, ну, как бы это нормальная история. В середине, после окончания сезона куча тренеров освобождается. Можно их найти. И, ну, я там какие-то кандидатуры предлагал. Сегодня вот Европейский паровоз тоже какие-то кандидатуры предлагал. Ренео Хаузер сидит без работы. Денис Бушуев сидит без работы. Можно было там довериться Мишаткину, который сидит с работой. Но в целом, ну, нормальная история. Поднять, как вот Краснодар поднял Старожука, мы могли поднять Максима Мишаткина. Почему нет? Вполне нормальная история. Но Локомотив делает третий компромисс. Они к Марвину Комперу находят тренера Цинбаура с лицензией ПРО, немца. И он уже становится, как Компер был помощником для Гизделя, Цинбаур становится как бы помощником для Марвина Компера. И, ну, когда вот у вас один компромисс наслаивается на другой, третий компромисс наслаивается на второй, но эта история, это уже изначально просто какое-то дичайшее ухудшение стартовых позиций. Вы все время пытаетесь исправить ситуацию вместо того, чтобы системно ее решить. Системно решить, просто назначить нормальный тренерский штаб, который будет нормально работать, с нормальной коммуникацией между собой. А так вы наслаиваете, как Компер будет общаться с Гизделем, непонятно, как Ласьков-Пашинин будет общаться с Компером, как Компер будет общаться с Цинбауром. Везде какие-то, ну, вот трения получаются. Это крепкий сбитый тренерский штаб, как вот, например, Юканович пришел, у него два своих специалиста. А Баскаль пришел, у него там два своих специалиста. Николич приходил, у него свои специалисты. Они четко понимают, кто чем занимается, кто как работает. И в этом, ну, это нормальная тренерская история. Все так работают, все так делают. В итоге мы пришли к тому, что в локомотиве двоевластия Цинбаур, главный тренер, все его представляют как главного тренера. И есть какая-то путаница среди болельщиков. Но по факту решения остаются за Марвином Компером. И да, пускай там ЦОР на некоторых пресс-конференциях и говорит об этом, но таковы требования регламента. Говорить иначе просто официальные представители клуба права не имеют. Иначе их ждет штрафы, причем штрафы довольно суровые. За этим еще УЕФА следит, а не только Российский футбольный союз, поэтому там все строго стараются делать. Но мы видим то, что, вот честно, да, вот когда мы говорили про зимние сборы, все говорили о том, что ну какие-то легкие сборы, команда не бежит. Но я смотрю на команду, я смотрю на футбольные матчи, я вижу то, что команда заканчивает эти матчи в атаке и вообще никому по физике, в общем-то, не уступает. Сейчас, когда я смотрю на локомотив, я вижу, что, ну, есть куча команд, которые смотрятся физически гораздо мощнее локомотива, а локомотив в последние минуты реально сдыхает. И куча игроков не может сыграть больше 60 минут. В целом история про там два матча в неделю, такое ощущение для локомотива сильно губительное, в отличие от других команд. И всей этой подготовкой управляет Марвин Компер. Ценбауэр приезжает гораздо позже. И, да, может быть, сейчас он там влиял на какие-то решения, но по факту команду к сезону готовил Марвин Компер. Команда показывает плохие результаты. Команда очень плохо стартовала и подвисла после матча с крыльями Советов. Действительно подвисла, все об этом говорила. Карп об этом говорил, писал о том, что возможно какие-то решения, если не обыграем Химке. И в целом, да, там ощущение, что и Цорн, и на базу заехали, и тренеры говорили о том, что, ну, как-то вот такие вот настроения сквозили, о том, что, ну, если сейчас опять не одержим победу, то действительно могут последовать какие-то тренерские отставки. Но Химке обыграли, Оренбург обыграли, и какой-то карт-бланш появился. Но этот карт-бланш не мог быть долгим. Вы всего две победы одержали, причем над командами слабого уровня. И после того, как мы проигрываем пари НН, проигрываем Ахмату, ну, сами видели, я вчера был уверен, то, что, ну, до Моклов меч над тренерским штабом был занесен. Что, ну, максимум им дадут еще один шанс исправиться в матче с факелом. Но, там, не знаю, даже обыграв факел, но проиграв Спартаку, скорее всего, их участь была бы уже предрешена. А как они собираются обыгрывать Спартак, показывая вот такой вот футбол, я, честно, не особо понимаю. Пока все команды, в которых хоть какая-то тренерская рука, ну, точнее, не какая-то тренерская рука, но в которой понимают, во что играют Локомотив и делают его игру неудобной, они, в общем-то, спокойно добивались результата. Компера уволили сегодня, прям сразу, прям сходу, в середине дня довольно жесткое объявление. Повесили на сайт, ну, как официальное сообщение о том, что Марвин Компер покидает тренерский штаб. Без фотографий Компера, без каких-то благодарностей, да, мы благодарим Марвину Компера за то, что он там не уехал 24 февраля, доработал, помог нам, развивал развитие, ничего этого нету. Марвин Компер покидает тренерский штаб в связи с неудовлетворительными результатами команды. С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером Йозефом Цинбауэром. Что довольно забавно, учитывая, что до этого они говорили, что и так все эти вещи за Йозефом Цинбауэром. Но, перипетии регламента, как становится понятно из этого сообщения, на самом деле, как минимум, часть этих решений была на Марвине Компере. Я считаю, что нужно было. Я говорил об этом после прошлого матча. Мне кажется, что как минимум два последних матча Локомотив отдал абсолютно самостоятельно. А учитывая, что это уже восьмой тур, а очков у Локомотива очень мало, те тенденции, которые в игре Локомотива были, ну, это тренерские ошибки. Это тренерские какие-то просчеты в подготовке к игре, в том, как проходили сборы, в том, как ты общаешься с игроками, какой состав выбираешь, какие замены делаешь. Я не знаю, кто был главным инициатором замены Раканьяца вместо Карпукаса, но это было самоубийство. Это был просто выстрел себе в ногу. И, как мне кажется, ну, большинство людей это понимали, что, ну, нельзя так играть, это какая-то шляпа полная. Ты просто делаешь, вносишь дисбаланс в свою команду, и футболисты перестают понимать, что им делать на поле. До перерыва еще более-менее что-то как-то они пытались сделать, но после перерыва это просто болтанка, какая-то абсолютное отсутствие структуры и какой-то системы в игре футболистов. Не понимаю, зачем это было нужно сделать. И таких решений уже было много. Два матча, Химки и Оренбург, стоят просто особняком. Два матча, в которых я радовался решениям по составу. Я говорил, что, ну вот, смотрите, оказывается, они умеют в матч-менеджмент. Они понимают, когда, на какой минуте, кого менять, когда можно это делать, когда нельзя это делать. Получился матч, прошел матч с Парьенен, и все как будто с чистого листа. И мы снова получаем какой-то бред вместо нормальных решений. Здесь, конечно, огромную роль сыграли травмы, сыграли, ну, у нас выпадает Нинахов, выпадает Исидор, не говоря уж о фасоне с Жемлединовым, на которых надеялись. Короче, у меня много претензий к тренеру, я вам их описывал, я вам говорил, когда все игроки, даже опытные футболисты, даже хорошие футболисты, про которых мы знаем, что они хорошие футболисты, да, там, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Стас Макеев, начинают творить какую-то хрень, какую-то чушь, а мы видели в последних матчах, что Макеев привозят на ровном месте голы, что Бару ловят на ложном замахе, лечь Судулаев. Ну, короче, мы видим, что они просто все, абсолютно все футболисты дограднули и стали играть плохо. Даже какой-нибудь там Исидор, который блестяще провел весну, провел в межсезонье предсезонку с Марвином Компером, и это не тот Исидор. И мы видим, что Исидор, ну, его мучила вот эта игра, он не понимал, что ему делать, он постоянно замедлялся, постоянно не понимал, какие решения принимать. И когда вот такое происходит со всеми футболистами, это вина тренерского штаба. И вроде как, вроде как в матче с Оренбургом я увидел просвета, что наконец-то начали работать вещи, которые будут работать в российской премьер-лиге, если делать более-менее регулярно. А потом матч по РНН, на него ставится второй состав, мы его проигрываем, и как будто откатываемся назад, просто на несколько туров назад, снова все футболисты забывают, что им нужно делать, и начинают пасовать, просто бить абы куда вперед. И это тоже приносит какие-то атаки, какие-то успехи. Да, у нас там по Икс-Жи мы на два гола переиграли Ахмат, но при этом умудрились проиграть 1-2. Все это абсолютно не системно, все это игроки, реально смотришь на них, и такое ощущение, что они не понимают, что им нужно делать, что идет атака Ахмата, и у ребят паника, потому что любая атака на их ворота может закончиться голом. А вперед, ну они начинают играть, и каждое решение им нужно придумывать, что делать, куда бежать, куда пасовать. Нет четкого понимания, нет уверенности в своих силах, в том, что они это делали на тренировках 150 раз, но это точно пройдет. В общем, у меня главная претензия к Цорну была, и я ее передавал вместе с Ваней Нирваной, чтобы он спросил, чтобы может быть, ну я бы понял, если бы он объяснил, что в Марвине Компере сказала Цорну, что это специалист высокого уровня, за которого нужно держаться. Почему его не убрали, ну как не убрали, ну его могли бы просто сделать вторым тренером, реальным вторым тренером, да, каким-нибудь ассистентом, при нормальном тренере, не Ширме, как Цинбауэр, который просто лицензия про, ну по факту помощник Компера, реального тренера, с реальным штабом, в который бы вошел Марвин Комперс с какими-то там своими идеями, и продолжал учиться, что Цорна заставила сделать на него ставку. Я при этом хорошо отношусь к Комперу, он действительно располагал к себе, он не уехал, он остался с командой, он всегда такой доброжелательный, добродушный, и судя по всему, его в команде любили. Но это же все не говорит о тренерских качествах Компера, это же не говорит нам про то, может он команду игроков обучать, чтобы они росли, чтобы становились сильнее. Есть разные способы становления тренера, как определить, что вот этот молодой парень может быть перспективным тренером. Он может работать с молодежными командами, он каких-то успехов с этими молодежными командами добивается, и работая с ним, вырастают какие-то сильные футболисты. Вот как, например, у нас есть Максим Юрьевич Мишаткин, который уже вырастил нескольких футболистов, в том числе Артема Карпукаса, для основной команды. А так, в общем-то, уже очень много ребят и 95-го, 98-го и 2001-го, годов рождения, играют в Российской премьер-лиге. Можно было вот так вот, да, но у Компера нету истории работы с молодежными командами, просто нету. Его тренерский опыт это три месяца ассистентом. Бывает другая история, что он работает ассистентом у какого-нибудь сильного тренера, и работая с этим самым сильным тренером, он перенимает его знания, и через год-два уже готов идти в самостоятельное плавание. Такого нету. Ассистентом он был в какой-то третьей лиге, у тренера, чье имя невозможно запомнить. И, соответственно, в локомотиве он работал только с Гиздалем. Ну, Гиздаль тоже там буквально там два месяца поработал, что он у него успел перенять. Ничего не успел. Бывает, что там, не знаю, прошел тренерские курсы, и весь преподавательский состав этих тренерских курсов говорит о том, что ну вот это вот, вот этот парень, он очень талантлив, он классно понимает футбол, все схватывает на лету, будет просто очень крутым. Да, такие вот немецкое поколение, оно все фактически таким вышло. Например, ТДСК считался очень перспективным тренером, и, ну, собственно, можно сказать, что таковым и остался. Много разных бывает историй про то, как молодой тренер становится тренером высокого уровня, но этого ничего нет у Компера. У него нету какой-то там выдающейся карьеры игрока за спиной, да, когда можно там пирло доверить Ювентус, хотя тоже ничего хорошего из этого не выходит, но, тем не менее, да, такие истории тоже бывают. Но Компер — это просто человек, который три месяца работал ассистентом в Дуйсбурге, два месяца у Гиздаля, и вдруг главный тренер локомотива. Я не понимаю. Да, еще одна история. Есть, как можно выбирать тренера. Это когда ты сам, генеральный директор, со стажем там 20-30 лет, все повыигрывал, что можно, и уже сам понимаешь, какой тренер хороший, какой тренер плохой. Но у Цорна нету такой истории. Цорн работает в футбольном клубе третий год. У него был год в Спартаке, год в локомотиве, вот сейчас пошел третий год. Он не знает, у него не может быть никакой чуйки. Он не понимает, как тренер, когда он работает хорошо, и какой тренер, когда он работает плохо. Почему он вдруг поверил в то, что может взять 40-летнего или там 30, сколько ему там лет, Компера, который никогда нигде не работал, и увидеть в нем какую-то жемчужину тренерского мастерства, я вот этого не понимал, не понимаю, и, видимо, так никогда и не пойму. Потому что на вопрос, переданный мною через Ваню Нирвану, мне никто не ответил. Там была какая-то абсолютно невнятица, и, по сути, да, там, часть моего вопроса, это была то, что, ну вот вы говорите о том, что хотите, да, какого-то тренера определенного стиля, и вы взяли Цинбаура, потому что его видение футбола абсолютно совпадает с вашим. Но, блин, футбол, который строил Гиздаль, футбол, который весной строил Компер и штаб, там, Хапова, Пашинина и Ласькова, и футбол, в который мы играем сейчас, это три абсолютно разных, ну, не абсолютно, но очень сильно разных футбола. Где-то, там, у Гиздаля суперпрессинг, весной мы от прессинга очень сильно отказались. Сейчас мы к какому-то такому гибридному прессингу пришли, и построения в атаке, они вообще очень сильно отличаются, схемы очень сильно отличаются. Ну, то есть, ну, хаос какой-то. Вы выбираете тренера на Абум, и действительно, действительно, Цорн, то, что ответил на встречу, это то, что, да, действительно, тренеры очень сильно между собой отличаются, но мы считаем, что вот теперь, прям вот так, как надо. Но как надо, и что это вот как надо, я так и не понял. Сейчас нам через Карпа пытаются продвинуть идею, что, ну, вот, Компер не мог адаптироваться к тому, что у нас травмировались игроки, и нужно быть более такой оборонительной командой. Это полная чушь. Вот последнее сообщение Карпа, это уже просто какая-то глиматья. И давайте я сейчас ее себе открою. У нас ВАЗ, кстати, да, заработал, по-моему. Правда, с ВАЗ-дом ушли куча народу, наверное, надо оффнуть ВАЗ. Чтобы не портить себе статистику, или пускай будет. Ладно, пускай будет. Все равно этот стрим недолгий. Так. Да, на ВАЗ-де, да, к сожалению, ВК-плей еще не доделан. Что пишет Карп? Давайте Карп пояснит по Комперу, чтобы было понятно. Главный тренер Цинбауэр требовал от Марвина готовить команду иначе и отказаться от концепции высокого прессинга. Если ты главный тренер Цинбауэр и можешь что-то требовать от Компера, то ну, типа, каким образом Цинбауэр не может сам сказать, что он хочет от команды. Ему обязательно нужно, чтобы это Компер говорил. Уже здесь, в первом же абзаце, какая-то чушь выходит. Как будто главный тренер Цинбауэр выдает какие-то указания, а Компер ему не подчиняется и готовит команду отдельно. Так не бывает. Компер был главным тренером. Цинбауэр возможно ему предлагал эту идею, но Компер от нее отказывался. К сожалению, нынешний состав в силу объективных причин потерял Исидора, Жамаледдинова и Кухту. Сразу выпала сыгранная тройка нападения, плюс после крестов Фасона есть проблема в центре обороны, но отравма Нинахова сделала Живоглядова безальтернативным вариантом даже при низком качестве игры последнего. Вторая чушь во втором абзаце. Сейчас трансферное окно открыто, и вы можете правого защитника найти на рынке. Если вас не устраивает игра Живоглядова, вы можете найти правого защитника, который бы устраивал, но вы находите левого защитника, вы находите Митая, который не может играть справа, он левша. Вообще даже слова нету о том, что вы ищете правого защитника. И Нинахов, при всем уважении к Нинахову, это не исправление ситуации, да, ты можешь как-то дырку заткнуть Нинаховым на позиции Живоглядова, но он не исправит тебе слабый правый фланг обороны, про который я лично уже года три твержу с момента покупки Дмитрия Живоглядова. Имеющимся футболистам тупо сложно исполнять то, к чему их готовил Компер, поэтому Джо требовал от него изменить подготовку, но тот оказался не готов к этому, поэтому его и ушли. Если вы пытаетесь представить, что Цинбаури до этого был главным, а Компер просто не может исполнять задачи Цинбаури, значит Цинбаури не может объяснить, что он хочет, объяснить, какие упражнения он хочет дать, не, ну в принципе сам по себе не может настроить работу на нужный лад. И вряд ли люди, которые придут сейчас вместо Компера, а может быть вообще никто не придет вместо Компера, в помощники Цинбауру смогут это сделать, да, то есть зачем был увольнять Компера, если дело вот в такой маленькой фактически задачи, как попытка научить Компера более защитному стилю, я не знаю, вообще какая-то чушь написана. Тот оказался не готов к этому, поэтому его ушли. Руководство клуба устало от процесса обучения и требует результата. Отсюда и изменения на тренерском мостике, но Цорна никто трогать не будет сейчас. Повторюсь, клуб ему доверяет. Здесь на 100% уверен, что инсайды, которые сейчас полились о том, что вот Цорна заменят на Ротенберга, вернут Семина и как заживем, я на 100% уверен, что здесь вообще ничего нету близкого с реальностью. Об этом мы говорили еще немножко ранее, когда впервые появились слухи о том, что вот сейчас над Цорном зависла угроза. РЖД плевать, на каком месте находится локомотив. Это надо понимать, что для РЖД важно, чтобы локомотив существовал, чтобы на локомотив ходили люди, чтобы более-менее какой-то такой позитивный фон был вокруг команды. и главное, да, на фон даже можно и наплевать, но главное, чтобы клуб не ел огромное количество денег, непонятно на что. На победы какие-то, на чемпионство, на Лигу чемпионов, кому она нужна? Не тратьте лишних денег, пожалуйста. Если вы будете приносить эти деньги в казну, вот это будет отлично, но РЖД так много денег дает на какой-то локомотив, у них работники железных дорог постоянно плюются от этого локомотива, который непонятно зачем вообще существует, можно было бы раздать деньги рабочим проводникам и вагоновожатым, они зачем-то отдают их на профессионалов, но чисто имиджево локомотив хочет, чтобы у него была команда локомотив, поэтому пока ЦОРН не тратит лишних денег, пока ЦОРН наоборот приносит эти деньги возвращает обратно в казну, а они возвращаются и ну только сейчас мы можем продажи Пабло, продажи Мурила, продажи Бекки, платная аренда Кухты, ну короче деньги приходят обратно в казну и мы особо не тратимся на новичков, нету такого, как раньше, когда локомотив каждое лето тратил по 15-20 миллионов евро, сейчас денежно, я на 100% уверен, что локомотиву, что РЖД локомотив устраивает прям вот насколько только вообще может устраивать, поэтому, ну, не верю, вообще не верю нисколько. Единственная вероятность, при которой ЦОРН уйдет, это уход плутника, но плутник тоже человек, который уйдет только если найдет какую-то более денежную должность, куда-нибудь пригласят, где он увидит, что может развернуться более полно, чем в РЖД, а РЖД, ну, нормальная кормушка, просто так оттуда не уходит, короче, уверен, что ничего, в этом плане локомотив никаких потрясений не ждет, ну, только если реально там, не знаю, в какую-нибудь первую лигу начнем падать, но это тоже, как мы видим, нам не грозит, уж команды типа Оренбурга, типа Химок, мы разбираем даже в меньшинстве просто на классе футболистов, да и Ахмат бы разобрали, попади хоть раз, мы нормально в угол, а не в шелью, это все никак не относится к тому, что тренеры сильные или слабые, к сожалению, были бы тренеры сильные, да, мы бы создавали такие моменты, в которых ты уже не можешь промахнуться мимо ворот. Что еще? Что еще из сегодняшних слухов неожиданно прилетело, что мы ищем, точнее, мы уже практически договорились об аренде Кузьмичева из Урала, и ну, это прям совсем неожиданная новость, она уже подтвердилась в нескольких источниках, она вводит просто в ступор, она просто заставляет серые клеточки в голове двигаться и пытаться понять, что происходит, зачем это нужно. Мы знаем о том, что Цорн буквально неделю-две назад говорил о том, что мы ищем исключительно правого, ищем исключительно игрока в атаку и центрального полузащитника на смену Беки-Беки, потому что мы нуждаемся в центральном полузащитнике. В целом, более-менее, я уже свыкся с этой мыслью, посмотрел на матч с Париенен, посмотрел на Куликова, на Бабкина, и решил, что, ну, наверное, да, не помешает нам центральный полузащитник, который чуть более креативен, чем Карпукас и Баринов. Ну, и игрок в атаку вообще просто безумно нужен. То, что мы до сих пор с какого-то там июня без нормального нападающего, а Иван Игнатьев, это все-таки, на мой взгляд, нападающий ниже уровнем, чем нужен Локомотиву. Дай бог придет к этому уровню, но пока ниже. Вот я считаю, что это преступление, игрок в атаке нам нужен прям в первую очередь и особенно все это вскрылось, когда Исидор получил повреждение и у нас теперь Каманой и Керка это незаменимые люди, просто потому, что их некем менять. Мы отдали Максиму Петрову, менять Каманой и Керка вообще теперь некем. Но осталось примерно 72 часа до закрытия трансферного окна, нету ни центрального полузащитника, нету ни центрального нападающего, а слух, которого мы заслужили, слух, это Кузьмичев, центральный защитник. И я не имею ничего против Кузьмичева, это нормальный центральный защитник, молодой, перспективный и ну в целом логично, что клубы типа Динамо, типа Спартака им интересуются, кто-то отваливается потому, что считает его дорогим, кто-то там предметно пытается уже навести мосты. Но тем не менее, блин, что случилось-то? Вам зачем центральный защитник сейчас? Вы там через Карпа передаете, что живоглядов не то, что нужно. Вы только что купили Митая с разговорами о том, что Митай может сыграть центрального защитника и, если что, закроет эту позицию, что немаловажно. Что изменилось за эти две недели, что вам вдруг неожиданно понадобился Кузьмичев? У меня нет идей. Есть одно небольшое предположение, которое может хоть как-то объяснить, это то, что Цинбауэр собирается перейти на игру в три центральных защитника и объясняет как раз то, что у нас нету качественных крайних защитников, которые могут играть в футбол, который нам нужен, но в теории мы можем играть там в 3-5-2 или 3-4-3 без крайних защитников поставить там на фланге Керк Камано, Керк Технезяна, Керк Каметая и вот играть вот таким вот образом. Ну, или там того же Нинахова поставить в тройке крайнем или Живоглядов, который периодически будет добегать от чужой штрафной и навешивать. Ну, короче, вот хотя бы так это будет, мы хотя бы перестанем по краям проваливаться. Но даже это меня очень сильно смущает ради схемы, ради изменения схемы пытаться купить какого-то центрального защитника из Урала. Короче, блин, муть, муть, не понимаю я это, хотя, ну, если бы его купили в июне, я был бы, ну, такой, ну, да, ну, нормальный трансфер, ну, да, молодой, центральный защитник, высокорослый, у меня были бы вопросы, почему нельзя проверить Женю Морозову, почему нельзя проверить, там, не знаю, Черного или Иванькова, которые тоже вполне себе могут сыграть центральными защитниками, но, по крайней мере, да, у Кузьмичева там есть явные плюсы. Сейчас я не могу этого понять вообще ни в какой мере, ну, просто нету ни единого понимания. Возможно, возможно, сейчас там окажется, что едва и под занавес трансферного окна решил уехать. Возможно, там, не знаю, Макеев какую-нибудь травму на полгода получил, какой-нибудь рецидив, и нам нужен срочно защитник. Это бы как-то объяснило, но просто так интересоваться Кузьмичевым под занавес трансферного окна, этого я никак не понимаю и не готов к этому с этим никак мириться. Что еще? Что еще? Ну, про слухи, про то, что Борис Ротенберг может прийти, я не верю в эти слухи, но тоже, что важно понимать, я об этом тоже говорил об этом 2-3 недели назад, когда впервые появилась информация о том, что Цорн может уйти, что держаться за Цорна, ну, нету никакого смысла. Да, Цорн не является каким-то там мессией, который только он один может исполнять эту стратегию. Мы видим, что в экстренной ситуации, в которой нужно было сработать быстро и хладнокровно, Цорн, ну, не то, чтобы прям как-то сильно себя проявил. Нету нападающего с конца июня, когда ушел кухтой, когда необходимость в нем появилась довольно острая. Ну, Ваня Игнатьев, ну, я не могу считать его полноценной заменой кухте, хотя он обладает определенными качествами, но нападающий нужен. не решена тренерская проблема, мы это видим, мы, я не понимал, как это должно работать с тренером Компером, ну, и, собственно, оно и не сработало. Поэтому, ну, как бы, держаться за него двумя руками тоже не стоит. Но вопрос, кто вместо, и вместо Бориса Ротенберг, я не то, чтобы прям сильно против Бориса Ротенберга, хороший парень и знакомствами обладает, но а чем он будет лучше, чем Цорн? Ну, вот просто, чем он может быть лучше, чем Цорн? Он поедет с кем-то куда-то договариваться по игрокам? Он сам в санкционных списках максимально, насколько только можно? Ну, нет, ни с кем он не договорится, только хуже сделает. Короче, не верю я в эту историю, хотя в целом ничего против Ротенберга не имею и точно не был бы против работы Ротенберга в структуре клуба или работы Дмитрия Сычева в структуре клуба или еще кого-нибудь, но как это может работать? Это никак не может работать, поэтому просто какая-то реально глумливая новость, просто потому что, ах да, был же такой Борис Ротенберг, давайте сейчас придумаем, вроде как он может где-то там что-то спортивным директором, его давно еще Палыч предлагал, но нет, не верю. Так, что вы написали, что вы успели понаписать за это время? Давайте быстренько пробежимся. Матвей 71, печально это все. Не знаю, я понимаю, что многих как-то это все сильно расстраивает, сильно печалит, но блин, ну я болею за футбольный клуб Локомотив с 2001 года уже прям явно точно только Локомотив и никто еще в России. С 2005 года я слежу за Локомотивом прям уже вот пристально на уровне писания какой-то аналитики и ну грустно мне было, когда увольняли Кучука. Грустно было, когда уходил Геркус, когда вот был президентом Геркус и решили его сменить на Кикнадзе. При том, что ну я не фанат Геркуса, прямо скажем, но было грустно. Это из команды чемпиона уходит человек, который полноправный создатель этого чемпионства и фактически подарил мне реальное чемпионство. Я смотрел за Локомотивом с 2005 года пристально, я не застал чемпионство 2004-2002. Я знал, что я болею за Локомотив, я радовался, когда там читал в газетных вырезках, когда смотрел там по телевизору, что Ласьков забил. Я радовался действительно, но это не было мое какое-то боление на стадионе уж точно. В 2018 я болел и эту победу мне принесли Юрий Павлович Семин и Илья Геркус. Поэтому, когда уходил Геркус, мне было жалко. Сейчас, ну, просто очередной этап в жизни клуба. При этом, мне нравится то, что происходит в клубе, мне нравится, какие игроки заходят в клуб. Мне нравится вот эта вот стратегия по поиску и развитию молодых футболистов. Мне не нравится тренеров, которые находят СОРН, мне не нравится, как работает наш медицинский штаб, из-за которого полкоманды в лазарете. Но это мелочи. По сравнению с тем, что было там при Ольге Юрьевне, по сравнению с тем, что было при Николае Наумове, по сравнению с тем, тем более, по сравнению с тем, что было совсем недавно при Василии Кикнадзе, меня сейчас работа клуба устраивает. Да, нужно просто, ну, сменить тренера. Менять тренера это не что-то, блин, все, все пропало, все уничтожилось. Нет, это смена тренера. Я считаю, что, ну, не нужно делать четвертый компромисс. Убирать Компера, давайте доверимся Ценбауру. Нужно взять и обрубить этот вот, вот эту вот историю и начать ее с нуля, поставить тренера, который уже будет работать самостоятельно без вот этих вот хвостов предыдущих плохих решений, потому что опять Ценбауру это четвертый компромисс. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что этот компромисс, он временный на то время, пока Цорн найдет тренера, пригласит его, договорится, он приедет и там примет дела, может быть, после матча со Спартаком, когда будет пауза на сборные. Я надеюсь, вот на это очень сильно надеюсь. Для меня сейчас будет очень важный маркер, это будет ли Ценбауру делать свой собственный тренерский штаб или ему достанется в наследство то, что было у Компера, по сути. Да, там Хапов, Март, кто там еще работает, даже никого не осталось уже, все поезд жали. Вот, если будет какой-то тренерский штаб, который сформирует Ценбауру, да, там, допустим, вернет Ласькова с Пашининым, то, ну, значит, эта история надолго. И это будет опять четвертый компромисс. И эта история точно так же не будет работать, как и история с Марьевным Компером. Потому что, когда вы ищете изначально в плохих условиях, то вы и находите не лучшие варианты. Вот, но в целом, ну, для меня это скорее позитивный момент, что Цорн там не держится за Компера мертвой хваткой, он это сделал и никогда не будет признавать своих ошибок, как можно было бы ожидать, например, от Василия Кикнадзе. Нет, вполне себе быстрое оперативное решение. Был плохой старт, подвис Компер, было два хороших матча, дали ему, соответственно, время на окей, исправляй ситуацию, но после этого снова две плохих игры, все, вылетай. Это нормально, ну, на мой взгляд, это нормально, если, опять же, дальше будут адекватные решения по назначению тренера. точно нету упаднических настроений вот сейчас у меня. Я, наоборот, когда совпадают с моими ожиданиями действия клуба, я, наоборот, воодушевляюсь, ну, потому что, блин, ну, ничего себе, оказывается, в клубе могут принимать правильные решения, может быть, и дальше будут правильные решения, вот, как в матче с Оренбургом, да, вот я посмотрел, и я предугадываю события, я воодушевляюсь, ого, оказывается, ну, вот мы можем так, тренеры могут так, классно. Потом паре НН, потом Ахмат, и ты думаешь, блин, ну, неужели они с Оренбургом на рандоме просто эти решения принимали? Может быть, кто-то другой там это делал? Доброго времени суток, Гербок пишет. Пошли волнения. А столько было хороших ожиданий от этого всего немецкого. Ну, ожидания, они, у меня лично, они продолжаются. Я, еще раз, да, мне нравится то, что происходит в клубе, за исключением тренерских вещей. Более того, ну, типа, я понимаю, что проигранный матч с Ахматом не может быть показателем какой-то хорошей игры, но, когда вот ты видишь вот такие вот цифры, 2, 14 на 0, 58, ну, ну, это нормально, ну, как бы, с этими цифрами команда должна выигрывать, с этими цифрами команда показывает хорошие атакующие скиллы и при этом неплохие оборонительные. И локомотив по ундерстату, да, вот по этому показателю expected points, очки, которые ожидаются, что наберет команда, находятся всего чуть-чуть ниже, чем Сочи, Спартак и ЦСКА. У локомотива 13,3, у Сочи 14,4, 14,9, у Спартака, ну, ладно, ЦСКА немножечко оторвался на 3 очка. Ну, вот, Спартак и Сочи очень близко, в рамках там полутора очков. Локомотив не играет прям вот катастрофически плохо, да, вот, как что, прям вот все сломалось отвратительно, ужасно. Но локомотив не играет хорошо, и вот это нужно починить, и судя по всему, Компер это починить не может. Ну, вот, в этом, к сожалению, большие проблемы и большие траблы. Вот, но все равно, я, для меня, ожидания от этого сезона вообще никак не меняются. Я ожидаю, что локомотив закончит этот сезон минимум в пятерке, надеюсь, что и выше. И при этом я реально вижу, что локомотив может это сделать. К сожалению, да, огромные проблемы с составом, и я, меня сильно бесит, да, меня, наверное, даже больше, чем история с тренерами, бесит история с нашими травмами, что нам говорят о том, что у нас лучший медицинский штаб, но у нас Исидор, неудачно упав на плечо, пропускает месяц. Месяц! Без Исидора! Да будь Исидор вчера, но от Ахмата бы ничего не осталось. Он бы те моменты, в которых наши не могут попасть мимо Шелли, спокойно бы реализовал все эти выходы один на один, который Керк не может нормально убежать, Исидор бы просто на своих быстрых ногах убежал бы и забивал спокойно совершенно. Вот, из-за того, что мы потеряли на ровном месте Исидоры, мы теряем очки. как это? Я не понимаю. Карпукас, приводящую мышцу, наш главный игрок. Я сейчас настаиваю на этом, что наш главный игрок это Карпукас, и мы снова теряем нашего главного игрока. В интервью было сказано, что он попросил замену, потому что есть какие-то проблемы с приводящей мышцей. Точно так же три дня назад проблемы с приводящей мышцей не позволили Гильерме закончить игру. Лучший медицинский штаб, да вы что, смеетесь что ли? Мы играем полуторным составом без лучших своих футболистов, и то показываем хоть что-то, хоть какие-то нормальные. Победы над Химками, над Оренбургом, большое количество созданных моментов. Можем, можем играть хорошо. Я все еще на это надеюсь. Только появилась надежда на создание современного клуба, самостоятельного клуба, ушли от российского типа к европейскому, чтобы опять вернуться. Пока никуда не возвращаемся, пока Цинбауру, и просто нужно нанять нормальный тренерский штаб. У Спартака получилось, у Динамо получилось, я не вижу, почему это не может получиться у Локомотива. Так, набрасывает, как будто со Спартаком играть предстоит. Ну, играть предстоит, но на это набрасывает сам клуб. Надежда печаль, болельщики появившиеся после 18-го года морально слабы и впечатлительны, и они почему-то хотят сразу рубить под корень. Но это тоже немножечко смущает, потому что реально люди не хотят строить клуб, они хотят уничтожать, да, то есть убираем все. А кто вместо? Так, я что, в этом задумываться должен? Я болельщик. Я хочу, чтобы убирали из клуба, я не хочу, чтобы кого-то приглашали. Но вот я реально, когда я задумываюсь о том, кто в России может прийти строить клуб, ну, я не понимаю, кто может быть лучше, чем ЦОРН там из... Ну, просто потому, что, ну, нету таких специалистов. Они все плюс-минус одинаковые жулики. Газизов, ЦОРН, там, не знаю, кто в Зените за это отвечает, кто в Спартаке за это отвечает. Ничего же непонятно. Ну, Бабаев в ЦСКА, но он же не придет в локомотив. Пивоваров из Динамо не придет же в локомотив. Да? И то там Бубыч в Динамо заправляет, и то мне категорически не нравится, что происходит с Динамо. Но нам бы чуть-чуть везение, как у Динамо, чтобы, когда у нас кто-нибудь двумя руками валил соперника на землю, нам бы пенальти за это не ставили. Было бы очень приятно. Я не говорю, что ЦОРН идеальный, ЦОРН хороший. Просто, ну вот, кого мы ожидаем? Ну, придет Кикнадзе. Мы рады будем, что к нам пришел Кикнадзе? Я нет. Наумов какой-нибудь, Смородская какая-нибудь. Ну, придут же такие люди. Не придет же какой-нибудь Мессия, который вдруг неожиданно окажется идеальным, гениальным и сходу без ошибок будет локомотив везти к вершинам. Один раз уже повезло с Геркусом. И то, опять же, да, ЧОРН не был идеален. И вы помните, что в моменте, когда был у нас Геркус, болельщики Геркуса очень сильно не любили. Они считали, что все Палыч сделал и Геркус ничего вообще не принес. Просто ему повезло, что он не уволил Палыча. А хотел, очень сильно хотел. Сейчас понимаю, что, ну да, Геркус в целом был хорошим президентом. В нынешнем состоянии Е2я взять в аренду ЦЗ считаю хорошим вариантом. А ты как на это смотришь? Но я... Я не считаю Е2я слабым защитником. То, что все игроки локомотива играют ниже своего уровня не сделает Кузьмичева игроком сильнее, чем Е2я. Е2я. Просто возможно там пару матчей Кузьмичев побегает и потом тоже будет все эти ошибки допускать так же, как и Е2й. Столько времени висит эта заставка, только сейчас понял, что там стадион. Вот это стадиончик наш, причем, локомотивский. Очень красивая картинка, люблю ее. Приоткрытая дверь, которую ты не можешь открыть? Беда. Думаю, точно можно сказать, что плутник останется и Семина не будет. На 100% уверен, что плутник сам не уйдет. Из РЖД его не уберут. Единственная возможность, это если действительно плутника переманят куда-нибудь, где ему дадут много денег, много возможностей для того, чтобы заработать. Но должность, которую он занимает в РЖД, она и так очень, очень деньгоемкая, поэтому сомневаюсь, что это произойдет. А если будет плутник, то никаких Ротенбергов, никаких Юранов, никаких Осинькиных, все это просто можете в помойку выкидывать. Это не, этого не будет в локомотиве. Очень напрягает ситуация, при которой уберут руководство. Трансферы нравятся, конечно, очень долго ведем долгожданного форварда, но, видимо, хотят хорошего парня привезти. Мое мнение, тренеров нужно поменять, руководству дать еще время. Ну вот смотрите, для меня сейчас решение, которое примет ЦОРН, это уже будет конкретно фактором, по которому я буду судить о ЦОРНе. Да, пока я ему готов простить, что он там повелся на какие-то, не знаю, волшебство, какое-нибудь цыганское компера, что тот ему задурил голову и тот решил ему довериться. Окей, я готов. Но вот сейчас решение ЦОРНа, это уже будет только его решение, никого иного. И каким оно будет, вот по нему я буду судить о ЦОРНе. Потому что, если он еще раз промажет, если он доверится Цинбауру, Цинбауру окажется слабым тренером, или он пригласит тренера, а этот тренер будет слабым, это уже не будет, не будет никаких отговорок для ЦОРНа. Это будет конкретно его решение, и оно будет снова неправильным. Возможно. Возможно, будет правильным, тогда все окей. Но если оно будет снова неправильным, как и в случае с компером, тогда это уже система, и тогда я уже буду... Это будет большим, серьезным фактором против ЦОРНа за то, чтобы его сменить, либо, по крайней мере, урезать его полномочия и отдать найм тренера кому-нибудь еще. Например, какому-нибудь советнику, который Плутник там наймет, как он нанимал рангника, как он кого-то там еще нанимал стратегию писать. Ну вот, пускай тренерскими задачами, пускай займется кто-нибудь еще, потому что ЦОРНа не получается. Но при этом, да, я согласен, что мне нравится, каким сейчас выглядит локомотив в плане состава, в плане того, кого везут, как продают игроков, когда их продают. Мне нравится это. Как тебе санкционный президент? При всем уважении к Боре и потенциальным связям, он даже в Европу поехать на переговоры не сможет. Ну, это угар какой-то, ну, как к этому можно серьезно относиться? Как минимум до зимы, надеюсь, про Борю утку. Особенно смешно, что перед сезоном верим в Компера к восьмому туру увольнения, где даже спасибо не сказали. Да, в Компера верили еще буквально три недели назад. Но это, это футбол. Если тренер не показывает результат, то его увольняют. Это нормально. Ненормально, когда у тебя тренер не показывает результат, а ты его не увольняешь. Вот это ненормально. У нас такое тоже было. Если бы сейчас Цорн двумя руками держался за Компера, ну, я бы этого не понял. Нужно было сейчас, нужны были перестановки в тренерском штабе. Я говорил об этом две недели назад, но тогда случились схимки и запирание на базе оказалось нужным встряхиванием для того, чтобы команда заиграла. Но ненадолго. Вот сейчас уже будет встряхивание через тренера. Это вполне может сработать просто само по себе, даже если Ценбауэр не является каким-то гениальным тренером. Что опять же говорю, что футбол у Локомотива, как это не парадоксально, он работает. Если не менять Карпукаса на Раканьяцца, вообще нужно быть гением, чтобы додуматься до этой замены, не травмировать своих лидеров, то все более-менее у Локомотива будет нормально. Нужно встряхнуться и начать играть в полную силу. Хочется, чтобы Цорн остался. Нужно просто попасть в тренеру. Уверен, если подобрать хороший тренерский штаб, закрыть 2-3 проблемные позиции, дела пойдут в гору и выправим ситуацию. Я согласен. На данный момент я не вижу разрушенной команды в ноль, как нам оставлял магистр Кикнадзе. Команда, в которой ничего нету, нужно все менять, все латать, находить каких-то новых игроков. Слава Николючу и слава тому же новому руководству, которые смогли это сделать. Мы выбрались с того подвала, с 8-го места в тройку. Но сейчас мне кажется, что команда вполне себе бегущая, вполне рабочая. Не понимаю, что с физикой, не понимаю, почему они не могут решить довольно простые моменты. Перед глазами удар этого живоглядого, когда тебе просто выкатывают мяч идеально, ты даже не с лету, а приняв и обработав мяч, все равно посылаешь его выше ворот. Ну, как это? Как Антон Миранчук не может попасть в твор ворот? Как Игнатьев не может? Как Керк, Керк, который нормально забивал мячи в последних турах, не может перекинуть вратаря и не может обвести его, ударить с острого угла. Ужас. Если уберут Цорну, то скорее всего поставят временщика типа Кикнадзе, который опять начнет привозить всякую дичь из РПЛ Белоруссии и Казахстана. Ну вот да, вот это моя боязнь, что в РЖД нормальных управленцев нет. И если кого-нибудь нам спустят из РЖД управлять локомотивом, ну не будет ничего хорошего из этого. Ну прям вот точно не будет ничего хорошего. Моё субъективное мнение. В зиму Клиппер попрут. Цорна надо урезать до Спурдира с минимальным влиянием на выбор главного тренера и необходимостью быть не над ним, а работать в связке. Компер так и не получил лицензию, но сейчас у него будет много времени, чтобы её получить. Когда начали, начали в 9 часов. Тем, как по мне, весну локомотив в целом не провалился. Согласен, если да, то заслуга ли это компер или хорошая подготовка на сборок Гизделя. Я об этом говорил в самом начале, о том, что для меня зимние сборы прошли хорошо и весной по большей части за локомотивом было неприятно наблюдать, но нормально наблюдать, я не испытывал чувства какого-то стыда за команду, позора, как вы можете так играть. Ну, да, там выше головы не прыгнули, ниже не опустились, ну, нормально. Паре матчей могли забирать очки, которые не забрали, да, там Динамо точно могли обыгрывать. Ну, окей, ладно, меня это устраивало, но я видел команду, которая хорошо поработала на сборах. Сейчас я такой команды не вижу. сейчас мне кажется, что команда очень сильно проседает по физподготовке. Хотя Бара говорю, что вот, мы классно поработали. На самом деле странно это, разве это не дело клуба, кто его тренирует, есть лицензия, нет, может я хочу, чтобы Вася из соседнего подъезда тренировал мой клуб, как же я, как я могу поставить состав Валеру, который живет этажом выше меня. Ну, UEFA это контролирует. UEFA важно, чтобы люди обучались на тренера, люди проходили подготовку, получали эти самые лицензии. В РЖД выводы любят делать к зиме, это если говорить о радикальных изменениях, то есть увольнение всех, начиная с плутника, поэтому увольнение одного цорна сейчас категорически не верю. Не будет увольнения плутника, не будет. Будет либо уход плутника целиком из РЖД, либо плутник будет оставаться председателем совета директоров. Деградация футболистов то, что сильно бросается в глазах. Мне кажется, при Балочи Бара Антон и Мага будут топовыми, он знает, как их мотивировать. Я не думаю, что дело в мотивации, я думаю, что дело в здоровье, в силах, в ментальной свежести. Ну, просто Бар, у которого на замахе убирают, видно, что Бара очень сильно не в игре находится, да, либо физическая либо эмоциональная усталость, но концентрация просто на нуле была в этот момент. Компер был удобен. Покупай кого хочешь, схавает и слова не скажет. Чуть Николич сразу пару опытных попросит. Тогда зачем Компера увольняли? Самое главное, как ты сам написал, непонимание сильных сторон своих игроков, непонимание того, кто что может на поле. Да, есть такое. Локомотив методически раздает за деньги в том числе и Карпу. Я думаю, что вы не очень понимаете, как это работает. Не оффи, я тут смотрю. Ну, тяжело вам, наверное. Так, Евгений Михнёв, раз, два, три, фан, оп, о, тут хоть в трансляцию на ТВ можно. Что за уровни подписки? Это Бусти. Это Бусти, мой Бусти, можете подписаться на Бусти. Собственно, никаких особых плюшек, кроме того, что, собственно, на Бусти происходит, вы не получите для ВК-плея. Но, собственно, никаких особых плюшек, кроме того, что, господи, опять я навел мышку и сразу звук врубился. А тут что, запись остается? Нет, записи здесь не будет, но запись я выложу на YouTube. Ты фанат черного плаща, я очень люблю мультфильм черный плащ. Черного в Химке продали зачем-то. Это правда. Ну, не продали, просто не продлили с ним контракт, и он ушел в Химке. Но это вопрос, просто вот у вас есть сильный защитник Евгений Морозов, у вас есть достаточно сильный защитник Артур Черный уровня российской премьер-лиги игрок. Но вы от них двоих избавляетесь, от двух защитников уровня российской премьер-лиги, и теперь хотите в аренду взять другого игрока из подвала российской премьер-лиги. А зачем? Ну, не логично ли было бы просто оставить Морозова у себя? Я думаю, что слух про Кузьмичева на уровне слуха про Юрана, то есть у Тятина. Ну, в отличие от Юрана, это слух, подтвержденный из нескольких источников, включая агента непосредственно Кузьмичева. Так что, какие-то там движения идут, но не факт, что эта сделка срастется, да, денежные вопросы никто не отменял, а они, судя по всему, в Кузьмичевском деле довольно важные. Плюсую Кусейру тоже был неплох, Кучук тоже норм. Ну, вот, два моих любимых тренера локомотива того времени. во всем виноват Кикнадзе, надо ему что-нибудь плохое сделать. Ну, он не во всем виноват, просто это, ну, это управленец низкого уровня, который каким-то образом попал в локомотив. Ну, человек вообще не понимал, куда он попал и что ему нужно делать. Это просто, ну, не по сеньке шапка. Не хочу ничего там наговаривать на Кикнадзе, потому что свечку не держал, не знаю за его какие-то темные дела, были они или нет, но как управленец он не справился с задачей. И я очень боюсь прихода такого же человека в локомотив, потому что, ну, сейчас, по сравнению с тем, что было два года назад, ну, просто небо и земля. Это не говорит о том, что нельзя хотеть лучшего, да, хотеть можно и мечтать можно о лучшем. Но боязнь это у меня определенно присутствует. И я думаю, что если убрать Цорна, убрать Плутника, как все мечтают, придет Кикнадзе. Кикнадзе 2. И нам всем станет плохо. Вплоть до того, что клуб может и закрыться. Потому что это будут траты денег, это будут попытки исправить ситуацию покупкой дорогостоящих футболистов на дорогих контрактах. которая приведет к тому, что РЖД скажет, да вы заколебали уже тратить наши деньги. Идите к черту. У нас остается одна команда, составленная из выпускников Академии и все. И больше ничего. устал. Кикнадзе виноват, но в большинстве виноват Сиомин, фальшфанат нашего Лока. Пенальти ворота торпеды на 93. Бабурин два раза отбил пенальти и два раза вышел за ленту. И Ростов в итоге выиграл 90 плюс 9 Осипенко с пенальти. Понятно. Но вот почему Локомотиву так не может вести, я не знаю. Это проклятие какое-то. Система координат английских топ-клубов раздавать своих воспитанников за бесценок, которые потом без проблем играют в Фулхамах и Борнвутах, а сами из подобных клубов покупают за x10 цены подобных игроков, которые потом также сидят на скамейке, но надежда есть, что именно этот очередной выстрелит и все окупит. Ну, у нас, к сожалению, нет денег, как у топ-клубов Англии. Но ситуация похожа, это правда. Так, что еще писали? Карп явно обслуживает Плутника и Ко, его аргументы скорее забавляют. Но то, что Карп является рупором Плутника, это даже особо не секрет. Влада Игнатьева можно вернуть, будет не хуже живогляда. Но, к сожалению, Игнатьев, судя по всему, закончил с футболом. Сильянова вернуть можно, но мы много уже спорили по Сильянову, я еще пятнадцатый раз повторяться не буду. Я не считаю Сильянова футболистом сильнее, чем живоглядов или Нинахов. Моложе, да, перспективнее, да, возможно, но сильнее, нет. Я работаю на железнодороге, не парюсь и не плююсь на ФК Локомотив. Я им горжусь даже сейчас. Какие у Кузьмичева плюсы, кроме нескольких игр в Российской Премьер-лиге? У него хорошая стата была по прошлому сезону. Если помните, тогда Урал находился очень низко в турнирной таблице, но при этом по пропущенным голам Урал был в большом топе. И, соответственно, Кузьмичев был очень важной фигурой того, почему Урал не пропускал. Я не уверен. Давайте посмотрим по Хускорду, но я думаю, что там должна быть достаточно высокая оценка у Кузьмичева по прошлому сезону. Ну, давай, работай, Хускорд. Плеер-статистикс. 2001-2022. Плеер-статистикс. Детейлд. Позишн. Центральный защитник. Больше, ну, допустим, 15 матчей в возрасте до 25 лет. Дивеев, Биел, Кузьмичев. Прохин и Тальби. Вот. Нормальные оценки. 6.87. Вполне себе приличная оценка, учитывая, что играл за Урал. В Урале, в помойном этом, там оценки не очень хорошие. По отборам. У Кузьмичева полтора отбора за игру. При том, что пройден не так... А, у Данилы Прохина 2, у Кузьмичева 1,5. Пройти его могли 0,6 раз за матч. Нормально. Перехваты. Перехваты 2,2 за игру. Ну, то есть, нормальные, хорошие показатели. Да, я думаю, что если даже мы 25 уберем, то не так... Ну, Кузьмичев будет где-нибудь на первой странице, да, вот в пятерку лучших центральных защитников по перехватам. Едва и на третьем месте, Кузьмичев на пятом. Чисто по рейтингу Кузьмичев в десятке. В десятке лучших центральных защитников чемпионата по прошлому сезону. При том, что вот он еще и молодой, 21-летний. Это... Это хорошо. Но... Меня смущает, что это на флажке трансферного окна, когда мы ждем центрального полузащитника, с атакующими скиллами и просто атакующего футболиста. Я никогда не устану повторять. Нам нужен Евсеев, вашу мать. Нет, спасибо. Евсеева крайне не хочется. Потери Рефата, кухты Фасона это больно. Сейчас еще Карпукас. Почему-то люди это не учитывают. Кстати, вроде забегали. Не вижу проблем с физикой. Ну, как не видишь. Как можно не видеть проблем с физикой, когда мы там на 60-е минуте просто все, уже языки на плечах и нам нужно менять полкоманды, а игроков на замене нету. Ну, это физика и приводящая мышца это физика в том числе. Ну, реально. Керк после 60-й минуты или Камано после 60-й минуты это половина футболиста. Бару, которого ловят на замахе. Ну, физическая усталость очевидная совершенно. Присутствует. Подскажи, что говорил Бару после матча с Криллями, когда подходил к фанатке. Нигде инфы не нашел. Спасибо. Меня не было на фанатке. Я не знаю. Что, неужели Семен все это городит только из-за того, что его не поставили тренером? Мне кажется, в этом есть вина плутника, закулисная. Это же просто ужас, как ножом по живому каждое интервью. Не знаю. Видел, что за безумие в конце торпеды Ростов? Нет, я с вами общался, буду пересматривать. Каким видишь перспективы Петрова? Будущий Миранчук или Рыбчинский? Ну, не тот, не другой. Это игрок, который работает на своей активности. На постоянных включениях такой интенсивности игры ни один наш футболист не дает. Да, но при этом есть проблемы с решениями, есть проблемы с ударами, есть проблемы немножко с суетой. Но я думаю, что Петров будет в РПЛке. Я думаю, что мы его увидим либо в Локомотиве, когда он вернется, либо в другом клубе РПЛ. Но это точно игрок уровня РПЛ. Прогноз. Цинбаур более-менее наладит дела. Это не так сложно, и команда начнет зарабатывать очки, но ощутимого прогресса в качестве не будет. Сорн забьет на поиск главного, весной опять будем искать главного. Посмотрим, посмотрим. Самое грустное, что у Цинбаура может хватить квалификации и наладить дела. Но вот это сообщение я вообще не понимаю. Если у Цинбаура хватит квалификации и наладить дела, я буду рад. Потому что для меня главное, чтобы Локомотив был... Локомотив хорошо играл, Локомотив побеждал, и мне было приятно за ним следить. Поэтому если Цинбауру наладят дела, я буду очень рад этому. Просто, ну, я не очень в это верю. Для меня Цинбауру это тренер-мотиватор, тренер, который может зажечь сердца. Но если вы не понимаете, как играть в футбол, то зажженные у вас сердца, не зажженные, это дело десятое. Петров это Торбинский, но не такой цепкий. С Торбинским можно сравнивать. С Торбинским можно. Есть ощущение, что не будет атакующего, осталось три дня придумать красивую причину и написать текст. Тим, фальшфанаты, которые всегда будут недовольны, хоть чемпион, хоть нет. А Семин, то, что Корона отделывал, ситуация с Геркусом, да, он многое сделал к нашему, но то, что он в интервью подливает масло в огонь, и то, что из-за него Геркус ушел из-за фальшфанатов, мы в такой ситуации сейчас. Для меня Семин великая фигура, который может говорить все, что угодно и имеет абсолютное право на это. Я за плюрализм мнений, для меня нормально то, что фанаты имеют свою точку зрения на это. Меня немножко раздражает, когда фанаты начинают транслировать чужое мнение, и ты начинаешь их спрашивать и пытаться выудить какое-то их мнение, поговорить с человеком, а ты общаешься с телеграм-каналом. И ну вот это раздражает, потому что болельщики не хотят думать своей головой и какие-то моменты понимать, принимать, но то, что у болельщиков, когда болельщик сам готов аргументировать свою точку зрения, ну она имеет право на жизнь. Я всегда говорил, что футбол это квантовая дисциплина, что в футболе могут две полярных точки зрения существовать и обе быть правильными. Это уникально и удивительно. За это в том числе люблю футбол. И поэтому футбол рождает такое количество споров. Да, 10 лет люди спорят, кто круче, Роналду или Месси. 10 лет! Да в любом другом виде спорта, ну, кто пробежал 100 метров быстрее, тот круче. в спорте просто 3 миллиарда за Роналду, 3 миллиарда за Месси и еще 2 миллиарда за китайца какого-нибудь. зажженные сердца без понимания что делать это пара желтых на ровном месте после перерыва. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Поражаюсь людям, которые продолжают верить нынешнему руководству и верить в шарлатана Цинбауэра. А почему не верить? Роман Самарин. Вот тоже, да, приходит человек и такой поражаюсь людям. Ну, а почему не верить? Какие есть аргументы за то, чтобы не верить? Почему Цинбауэр это шарлатан? Ничего же не ответит человек. Как относишься к трансферу БК-БК? Какие у него перспективы в Европе? Ну, БК-БК потенциально сильный футболист, которому нужно избавляться от своих слабых качеств. К сожалению, ну, бывает такое, что слабые качества не мешают тебе быть сильным футболистом. У БК слабые качества футболистам сильным мешают быть, от них надо избавляться. Да, это потери мяча когда он нерасчетливо идет в обводку и пытается протянуть мяч. Да, это будет фатально для команды и он должен понимать, когда можно, когда нельзя. Ну, плюс какие перспективы? Ну, будет играть во Франции в Лиге 1 100%. Насколько хорошо, дорастет ли он до сборной Франции, ну, этого не могу сказать. Но то, что он будет играть в Лиге 1, да, я думаю, что бесспорно. Там много кадров, которые играют в Лиге 1. за Ценбауэра говорит его прошлое и то, откуда мы его взяли. Из Бундеслиги? С Цорном то же самое. Из Спартака? Действительно. Ценбауэр тренер Бундеслиги. Ценбауэр, по-моему, с Карлс Руэ несколько чемпионатов молодежных выигрывал. Типа, это плохо? Это знак того, что никогда в жизни ничего не получится? А Баскаль? А Ванолли? А Каррера? А еще миллион тренеров, у которых нихрена не было в загашнике? Они шарлатаны? Интересно. Кучук, опять же, был такой в локомотиве. Хрен пойми вообще, откуда в российской премьер-лиге появился. Никто вообще не знал. Коус Сейру. Кто такой Коус Сейру? Ничего, вроде неплохие тренеры оказались. Губерниев. Юрий Семин вновь в локах. Хорошо, вот что значит вовремя поднять проблему ужаса в менеджменте команды. В целом звучит логично. Менеджмент команды Семин. А Зидан? Что Зидан? Зидан, как тренер, был тренером Кастилья. Это тоже к вопросу о том, что какой-то опыт должен быть и Гвардиола, и Зидан, и все вот эти истории про легенды клуба, которые становятся тренерами. Внезапно у них обнаруживают, что они хотя бы с молодежными командами работали. Цинбаур уехал в ЮАР тренить, а что же не остался в Бундеслиге и не пошел на повышение? Может, нафиг там никому не сдался? А в чем проблема Южной Африки, чемпионата ЮАР? Я удивлю, но чемпионат ЮАР в мире ценится примерно так же, как чемпионат Российской Премьер-лиги. Примерно и там, и там европейцы смотрят на местных как на папуасов. Поэтому странно судить о тренере, что он поехал работать в ЮАР, где он в целом отработал очень прилично с командой, которая до этого миллион лет ничего не выигрывала, провалилась и тут вышла на там второе, по-моему, место. ЮАР, Катар, Китай, туда, мне кажется, едут доигрывать. И Россия, Роман Самарин, и Россия тоже такая страна, куда едут доигрывать и зарабатывать. Поэтому давайте будем честны. Если тренер в принципе согласился поехать в Россию, и это не серб, серба отдельная история, сербы на Россию смотрят как на возможность заработка, если это западноевропейский тренер, то для них Россия это то же самое. Придерживаясь политики, хотя бы Динамо последние два тренера. Ну, Шварц, Шварц такая же помойка, как Ценбауэр и Гиздаль. Помойка бундеслиговская, который миллион лет не работал после того, как его выгнали из Майнца с позором, как одного из худших тренеров вообще в истории Майнца. Если посмотреть, у него там минимальный набор количества очков за игру. Его выгнали, он там год или полтора не работал, его подобрал Бувач, просто потому, что, ну иначе Шварцу вообще негде было работать. Ну вот, та же история у Гиздаля, та же история у Ценбауэра. Потому что они не нужны нигде, вот эти западноевропейские тренеры, но они приезжают в Россию, они оказываются, что они что-то умеют. Потому что российская тренерская школа, извините меня, это отстойник. Мы играем в футбол 20-летней давности. И неожиданно, когда мы еще играли в Европе, неожиданно российские команды что-то всасывали дичайше любому европейскому тренеру, хоть Ракова, хоть кого там еще было. Ну, Спартак отдельная история, Спартак сила, Спартак дошел до 1-16 финала и выиграл бы Лигу Европы, если бы не трагические события. Но это не меняет тему. Европейские тренеры, европейская тренерская школа, немецкая тренерская школа если ты работал в Бундеслиге, а они работали и Гиздаль и Ценбауэр вполне себе успешно работали, сохраняли там прописку для команды, для своей. Ты все равно будешь сильнее, чем российские аналоги, так сказать. В Динамо. Вам нравится, что происходит в Динамо? Юканович это хороший тренер. У них отскок на отскоке просто. им пенальти не ставят настолько явные, насколько невозможно не заметить этот пенальти. Они смотрят как дураки в этот монитор и оказывается это не пенальти. И это против Мертвого Урала. Против команды, которая вообще не умеет футбол играть. Вы мне ставите Юкановичу в пример, что вот такого тренера надо. И словишь Юканович. Его тренерская карьера не видно. Она выглядит вот так вот. Тренерская карьера. Муанг Тонг Юнайтед ёптать. Таиланд. Чел работал в Таиланде, в Болгарии, в Израиле, в Альгарафе катарский клуб. И вы мне говорите о том, что надо быть как Динамо. Ну, круто. Только я вообще не вижу разницы между Динамо и Локомотивом в решениях, которые они принимают. Ну, кроме того, что Динамо пошло по пути того, что они поменяли тренерский штаб, они не стали там каких-то помощников оставлять. А взяли и в июне поставили себе тренерский штаб. Цорн этого не сделал. По какой причине? Я не знаю. Для меня это загадка. Я пытаюсь понять, пытаюсь узнать у Цорна всеми доступными мне средствами. Я этого не понимаю. Для меня это ужасно. Вот. Ну, пока у нас цинбаур. Пока это продолжение той же самой ошибки, которая тянется еще год назад. Надеюсь, исправят. Надеюсь, но пока нету такого. гол влашеч. все, ребят, все, хватит. Полтора часа постримили, на YouTube отличная запись выйдет. Я думаю, что неделя новостей продолжится. Я почти уверен, что и завтра, и послезавтра нас с вами ждет интересные истории. Трансферы, возможно, возможно, назначение каких-то людей в тренерский штаб. Если будет что-то интересное, я на связи и будем с вами встречаться. Надеюсь, что ВАСТ больше нас не подведет, что мы сможем там постримить и дальше. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое. Какой бы ты выбрал вариант продолжения. Цорн работает и приводит Тедеско или приходит Боря и начинаем по новой? Ну, Цорн и Тедеско естественно для меня гораздо более интересный вариант, чем Боря и по новой. Тедеско не самый мой любимый тренер, но это по крайней мере тренер, в отличие опять же от Компера и гораздо более успешный, чем Ценбаур. Но мне не нравится стиль Тедеско. Ну, по крайней мере это будет что-то похожее на футбол. Вот. А от Боря я вообще не знаю чего ждать. Я готов был бы посмотреть на Борю под руководством какого-нибудь там там Геркуса какого-нибудь под руководством там нормального сильного руководителя. но просто Борису который дать все полномочия и завязать на него все процессы для Локомотива это будет плохо. Для Локомотива это будет попадание под санкции. Все. Теперь точно все. Продолжение следует... Продолжение следует...